МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День села в этом году для жителей небольшой деревни стал настоящим праздником. Так много гостей в этих краях давно не видели. В заря у Стебаканского района, одно из малых сел Хакасии, ощутило перемены. Деревни, где воду брали из местного пруда, пробили колонки. У кого не было скважин, пробурили всем воду дали. Мы взбрали на анализ, отчитали, что вода хорошая для питья, она пригодна. Нас жители очень довольны этим, потому что у нас все упирается в огороды, в полив. Пока не было воды, вот с озера, вот сами видите, вот озеро рядом, люди возили флягами, поливали. Кроме этого, заасфальтировали улицу, на столбах появились фонари. Через несколько месяцев откроется и новый клуб. По программе сохранения и развития «Азарю» курирует Министерство культуры. Бездорожье, куча грязи, лужи, все такое прочее. Как-то совсем некомфортно было, когда уже асфальт есть, забитые скважины, строится социокультурный центр. Кажется, уже и жизнь наладилась. Уже настроение и у сердчан другое, и у нас оно абсолютно другое. Об этой деревне, несмотря на ее близость к столице Хакасии, мало кто знает. Ведь вся «Заря» – это несколько домов 13 километров от поселка Текличный. Не знают сюда дороги и рейсовые автобусы. Единственный маршрут – школьный. Кто-то ездит, ну а работы никакой нет. И куда-то устроиться на работу, у нас даже выезда нет. То есть, если своего транспорта нет, значит, мы никуда не можем, нигде работать. Свободное от домашних забот время сельчане не привыкли тратить впустую. Потому в деревне не забыты и народные ремесла. В «Заре» живут 24 семьи, в основном пенсионеры. Привлечь молодежь пока нечем, расширяться не получается. Все земли вокруг владения института аграрных проблем. Сегодня республиканская власть пытается договориться и забрать участки под жилое строительство. Здесь будут раздаваться около двух с половиной тысяч земельных участков. И, конечно, это значит строительство, это значит дерево, металл, это краска, это выполнение всяческих работ, это магазины и базы, которые будут продавать здесь строительные материалы. Земли нужны животноводам. Поля вокруг пустуют, в то время как фермерские. Хозяйство вынуждено тесниться. В «Заре» фермер пока один, да и тот не торопится увеличивать поголовье, пока не решится вопрос с землей. Здесь много плюсов. Рядом город продукции вывозить, рядом поля, земли есть, бурья нам растут, а выгонять, ну, это проблема. А сейчас как справляется? Где пасете? Ну, тут все равно по каулкам туда-сюда. Честно, на свой страх и риск там пасем и на их землях. А если они же тоже могут сказать, аренду платить. Вернуться в село такой вариант не исключает и молодежь. Те, кто уехал из «Зари», сначала учиться, а затем и жить. Костя приезжает каждый выходной. Все равно тянет. Говорят, что расширяться будет деревня. Подумаем, время покажет, переедем. Планы у села есть и на местный водоем, на заливной пруд. Хоть сегодня готовы зайти разводчики рыбы. В режиме ожидания уже 12 заявлений от предпринимателей. Но проблема та же – земля в госсобственности. Республика ждет ответ, передадут ли региону участки. А вот жители Алла Аев, мы про него уже рассказывали в одном из выпусков программы, сегодня в прямом смысле собирают урожай республиканской программы. Александр Чернов – один из немногих в деревне выращивает картофель. Остальные жители давно бросили рискованное земледелие. Алла Аев окружают степи, постоянные ветра и галечник не дают хорошего урожая. Да и воду в деревне совсем недавно брали из реки. Не до полива. Прошлый наш приезд, а это было в начале мая, жителям пробивали колонки в рамках программы сохранения и развития малых сел Хакасии. Сегодня Александр Чернов собирает первый урожай, который удивил даже самого огородника. Ну, нынешний год вообще картошка, это замечательное. Четыре куста и ведро. Вот я даже удивился, у меня не было такого. Это что поливал? Ну, и те, когда я с речки поливал, гидрельный насос. А это, сейчас-то, ну, мне было трудно таскать эти шланги. Отремонтировали в деревне и старую школу. Покрыли крышу, заменили окна и обновили фасад. В центре села сделали площадку для отдыха. Сейчас ровняют дороги. Все это время курирует село Министерство образования Хакасии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова